Приветствую вас, и если в жизни ничего не получается, то необходимо пересмотреть ваши цели, потому что в какой-то момент эти цели перестали соответствовать вашим желаниям, вашим деятельностям, ваши усилия, ну, скажем так, перестали быть направлены в конструкцию. Использованы во имя того, с чего вы хотите. То есть, наблюдается расхождение между вашими мотивами, вашими желаниями, стремлениями и тем, что вы в итоге хотите получить. И это, как правило, означает лишь то, что та деятельность, которая получается в результате ваших мотивов, ваших стремлений, она является неполным, неправильным отражением их. И вам необходимо самому для себя понять, какие ошибки вы совершили, что именно вы сделали не так. Ведь то, что ничего не получается, у этого есть свои причины. Есть конкретные факты, почему у вас не получается то-то, то-то или то-то. И проблема, вероятно, в том, что вы не имеете правильных, рациональных, объективных, ясных ответов на эти вопросы. Самостоятельно разобраться вы в этом не в силах, а просить вам не у кого. И в таком случае, собственно говоря, и нужно разбираться с этим либо самостоятельно, либо со специалистами, с которыми вы можете выбрать на сайте и с ним поработать более приватно. Отдельно хочется сказать про взаимосвязь человека с обществом, то есть от вас, вероятно, что-то требует общество, окружающие вас люди, и вы вместе с этим сами также чего-то хотите. Так вот, разница этого, конфликтный интерес, также вероятность всего имеет место у вас, и его тоже нужно снимать. В первую очередь снимать путем выставления приоритетов. Приоритет вообще, это очень важный и основной подход к тому, что вы делаете. Приоритетность. То есть, какие дела наиболее важны для вас, какие вторичные, тритичные и так далее. И, вероятно, может быть, у вас есть проблема с этим, проблема с выставлением приоритетов. Но, тем не менее, тем не менее, если говорить о личностно-общественном взаимоотношении, то приоритеты отдаются первым, то есть личности. В том случае, если вы осознаете, куда движетесь, если вы осознаете, к чему идете, куда идете, и при этом не вредите с вами поступками, собственно говоря, самому обществу. А оно, в свою очередь, всегда будет требовать от вас чего-то, каких-то поступков, каких-то деятельностей для защиты своих, к сожалению, собственных интересов, которые не всегда, а если говорить честно, то частенько, не совпадают, но сейчас с вашими интересами. И это совершенно нормально. И вот, очередная, возможная причина вашего состояния, это в том, что, с одной стороны, вы оглядываетесь на общественное мнение окружающих вас, и, с другой стороны, имеете свои неприспоренные желания. В результате чего происходит метание от одного к другому, от своих желаний к, значит, удовлетворению ожиданий общества, и в результате вы не можете ни то, ни то сделать. Нужно остановиться, подумать, что для вас важнее, и именно этого впервые добиваться. Далее, при построении целей, целей глобальных, целей жизненных, необходимо эти цели делить на задачи. То есть, на такие переходные цели, основные цели. И задачи желательно ставить такими, чтобы они были для вас выполнимы. Чтобы вы могли их выполнить, и увидели реальный результат, эффект от своей деятельности. Тогда это зарядит вас энергией на дальнейшую работу в выбранном вам направлении. Если этого не сделано, то, соответственно, идя к цели, которая долгосрочна достаточно, вы не видя результатов от своей деятельности, от своих усилий, начинаете думать, что они пропадают в тюне, зачем что-то делать, если все равно ничего не получается. И это является достаточно распространенным заблуждением. Именно для того, что человек не способен в достаточной степени организовать свою деятельность. Возможно, вам нужна помощь еще и с этим, если вы сами не можете этого сделать. Вот именно в таком ключе вам стоит двигаться. Если вопросы остались, я вам рад буду помочь. Если мой ответ понравился, сделайте его лучше, пожалуйста, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго и удачи!